Приветствую вас, ответ на первый ваш вопрос будет таким, значит, возобновить общение с ним вы сможете только если у вас будет что-то общее, если он вас заметит, если вы сделаете что-то, что он воспримет как уважительное, значимое, важное и так далее. Сейчас, когда вы с ним практически не общаетесь. Есть и другой вариант, согласно которому вы можете по поводу какого-либо дела, темы, события обратиться к нему непосредственно лично в университете и соответственно уже на этой теме завязать новый, более друческий, более самостоятельный, более равный и партнерский диалог. Обязательно ли для этого самоутверждаться в группе? Нет, не обязательно. Молодой человек либо воспринимает вас такой, какая вы есть, либо нет. Почему он шугается от представаний кого бы то ни было? Потому что молодой человек боится интимной близости, боится физической близости, такое очень часто бывает при определенных обстоятельствах в семье человека, в семье мужчины. Примечательно, что вы называете мальчиком мужчину, то есть вы его именно уменьшительно ласкательно называете, это говорит о том, что вы с одной стороны его обесцениваете, с другой стороны очень сильно в нем нуждаетесь. То есть я бы вот поисследовал то значение, которое вы вкладываете в это слово мальчик, потому что оно действительно очень важно. Дальше идем. Значит, вы пишете, довольно поздно поступила в университет. По какой причине довольно поздно поступили в университет? Угораздило влюбиться в молоденького одногруппника, который меня сначала дергал за косички, но когда я провел активность, обозвал шлюху и всем это сказал. Так, угораздило влюбиться в молоденького одногруппника, который сначала сам дергал за косички, что это значит не очень понятно, что именно вы вкладываете во фразу дергал за косички. Но очевидно, что вы воспринимаете мужчину, да, и вот сближаетесь с тем мужчиной, которые относятся к вам негативно. То есть вы не замечаете людей, которые относятся к вам хорошо. Это также модель поведения родительская, ну детско-родительская из родительской семьи вынесена. И скорее всего связана она с тем, что родители не обращали на вас внимания почти всегда, кроме тех случаев, когда вам было плохо. Когда вам было плохо, когда, значит, либо когда вы сделали что-то не так и вас ругали, вот, либо когда вы болели. То есть такое вот внимание и человеческая активность у вас неразрывно связаны с негативом. Вот, ребёнок в детстве он принимает, ну, может принять, может принять такое решение, согласно которому он будет любым способом стремиться к тому, чтобы получить внимание, ну, дорогих людей ему, любым способом абсолютно. И вот скорее всего вы именно этот способ для себя и выбрали. То есть способ в данном случае именно такой. То есть это способ, ну, вот, именно через негатив возможным. Возможно. Так, значит, когда я проявил активность, обозвала шлюх и пищевые. Как вы это восприняли? Как вы, наверное, отреагировали? Всем рассказал. Другие девчонки молодые, когда к нему прикасаются, он тоже шугается. Так, ну, вот здесь интересно, что вы говорите, что у вас разница в 10-12 лет. А, знаете, вот, вас не случайно угораздило влюбиться в молодого одногруппника. То есть, по сути, ребёнка. Тут тоже нужно выяснять, чем он вам понравился, что вызвало у вас с чувством. Желание быть родителем, таким образом обеспечивая безопасность. Перенос, перенос на этого человека своих каких-то личных качеств и желаний. Это то, как вы себя чувствуете, то есть чувствуете себя, ну, младше. То есть недостаточно, недостаточно вы личностно развиты. Вот, вот это тоже нужно выяснять. Не просто так вы влюбились в мужчину, младше в себя на 10 лет. Значит, вы его наделяете какими-то своими желаниями, которые важны для вас, но которые чуть-чуть другим людям. И самое главное, вы его не воспринимаете таким, как он есть. Скорее всего. Много ему позволяло из грубости. Вот. Опять же, по какой причине? Видите, вы пишите, умиляла даже. Вот. Вас умиляет, когда вам грубят. Вот, поисследуйте это. Откуда такое отношение к грубости? Просто у вас вот в жизни. А чему сильно удивлялись девчонки? Решили, что я сразу характерная и шала. Вообще, вот это вот, там вы шлюха, там вы шала. Вот это как-то все вот это вот на легкое поведение почему-то в вас переходит. Вот. Как у вас обстоят дела с интимной жизнью? Вот. Он решил так же, сказал мне об этом, что я так же ему простила, понимая, что не следовало бы, но не смогла никак себя заставить обидеться. Поисследуйте это. То есть, вы говорите, я никак не могла заставить себя обидеться. А обычно вы себя, что, заставляете обижаться? Или обычно вы себя, что, заставляете что-то делать? Откуда взвелось вот это вот употребление фразы, а не смогла себя заставить? Заставить себя вообще не нужно. А-а-а, ничего делать. А-а-а, тем самым теряла уважение всех, вот только приключился на другого, а со мной стал только ругаться, а в отчаянии призналась ему, что нравится, не следовало. А-а-а, в каком отчаянии, от чего отчаяния было? Тут вот это вот, а-а-а, наверное, самый важный момент. Отчаяние у вас началось. С чего? Какие чувства были, какие мысли, что думали? А-а-а, в ответ он меня, так, в отчаянии призналась ему, что нравится. Для чего признали, что он вам нравится, от чего вы ожидали в ответ? А-а-а, в ответ он грубо меня послал, стал избегать, иногда еще говорил какие-то колкости, но потом вовсе перестал разговаривать. А-а-а, так, как вы восприняли, что он грубо вас ослал, стал избегать, говорил колкости, как вы все это воспринимали, в каком ключе? А-а-а, дальше идем, значит, так. А-а-а, вот тогда мне стало, а-а-а, так, вот тогда мне стало точно, все точнее и точнее, везде в игноре добавил. А-а-а, так, а точно стало от всего конкретно. То есть, понимаете, вот если брать, а-а-а, буквально, тошноту, то это отторжение, отторжение ненужного, чужеродного. Вот, что вы хотели отторгнуть? А-а-а, вот тут я вдруг обнаружил, что кроме него, а-а-а, кроме него-то никого до сих пор тут не видела, и из группы отношения довольно напряженные меня не уважают, ставят ни во что. Но на их неуважительные взгляды я всегда не агрессивно защищал это. А вот опять же, э-э, как бы, откуда берется вот эта вот защищающаяся агрессия? То есть, э-э, вы с чего решили, что нужно защищаться? Ну, неуважительные взгляды люди на вас бросают, ну, и что с того, что неуважительные взгляды? Защищается-то вы от чего? Получается, что вас это задевает как-то, то, что на вас, э-э, неуважительно смотрят. А как вас задевают? А понимаете ли вы, что это ваша личная ответственность? Ответственность. Э-э, два года назад случился конфликт, который стал последней каплей в напряженности, со мной теперь вообще никто не общается, считает полный мразий, из-за того, кто не понимает моих чувств и поступков, э-э, последняя произошедшая ситуация долго описывать. Долго описывать. Э-э, а, анастезия, ну, не очень понятно. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, да, и при этом вы пишете, что долго описывать. То есть, вы, получается, не хотите разбираться до конца в том, что с вами происходит? Э-э, понимаете, люди не обязаны вникать в ваши чувства и поступки. Если вы поступаете как-то в социальной среде, то ваши поступки должны быть понятны другим людям. Вас понимать, э-э, никто не должен. Только если, только если вы будете говорить на понятном языке для других, вы сможете заявить о себе, и тогда уже, э-э, к вам будут прислушиваться и вами будут интересоваться. Ну, никак не иначе. Э-э, да и вообще, ни в какой, да и вообще ни в какой, мы слишком разные из-за разницы в возрасте в 10-12 лет. Ну, э-э, как правило, как правило, разница в возрасте это всегда, э-э, негибкость в, э-э, общении и негибкость в социальном статусе. То есть, если вы не можете найти общий язык с тем, кто младше вас, то это, как бы, говорит о косности вашего мышления. Это можно, опять же, поправить, это можно, опять же, э-э, скорректировать. Вот. Меня больше интересует, э-э, откуда, э-э, такая разница, чем она обусловлена, какими вашими проблемами. Ну, вот. Так, да и лезь бы с ними, но как в таких условиях помириться с мальчиком, если ему, возможно, э-э, важно какое место я занимаю в группе? А для чего мириться с человеком, который в обгруппе? Зачем? Э-э, понимаете ли вы, что вы просто ему не интересны? То есть, чтобы мириться, а, да, вот, мириться кто? Те, кто ругаются, те, кто был в отношениях. У вас отношений не было, не было, как таковых. Мириться, э-э, мириться вы не сможете, потому что вы не расходились, вы не расставались. Так, ладно. Готовы ли вы быть с ним друзьями и строить дружеские отношения с последующим возможным переходом на более высокий уровень? Возможным, не обязательным. Так, э-э, ему, возможно, важно, какое место я занимаю в группе. Он говорил мне, что меня не уважает и принимал их в сторону, говоря их словами, какое я, э-э, которое признаёт только своё мнение, само, самолюбивое и без чувства собственного достоинства. А, у нас в группе, ой, только один мальчик и он девственник, сам сказал мне об этом. Чё-то как-то вы всё в кучу мешаете, мне кажется, то есть на, э-э, и про мальчика, что он девственник, про то, что он один, и про то, что, ну, правда, правда, всё в кучу вы здесь мешали. Вы сами, Анастасия, подумайте, вам нужен человек, который обращает внимание на мнение других людей? И что это будет за человек такой? Вот. А то, что он один мальчик и то, что он девственник, это не важно. Абсолютно. Ну, вообще не важно. То есть это может быть важно вам, но вопрос тогда в том, для чего. А так, это абсолютно не важно. Важно то, для чего он вам нужен, это тоже важно. Именно так, для чего он вам нужен, это важно. Всё. Больше, больше ничего, в принципе. Знаете? Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Анастасия, ну, я могу сказать, что у вас здесь вот, судя потому, что я увидел, да, есть некий такой негативный сценарий поведения, есть проблемы с построением отношений с другими, то есть проблемы с общением, вот. И есть внутриличностные проблемы восприятия самой себя. Вот всё это вам надо бы подкорректировать, чтобы вы смогли более успешно и продуктивно заниматься тем, что вы делаете. Ну и, на секундочку, для чего вы поступили в университет? Не для выстраивания же отношений, правильно? Вы же всё-таки учитесь, так может быть имеет смысл именно учиться, а личные отношения строить всё-таки уже в свободное время или как-то ещё, вот. Кроме того, влюблённость, влюблённость – это не любовь, а влюблённость – это скорее страсть. Страсть – это потребность. Какая потребность? Нужно разбираться. Желаю вам всего самого доброго и удачи!